Каждый горел усердием. Каждый превосходил себя. Музей Отечественной войны 1812 года расположен на территории исторического музея. К 200-летию победы над Наполеоном специально для нового музея был возведен изящный двухэтажный павильон. Согласно инженерному проекту архитектора Андреева, легкими металлическими конструкциями был перекрыт внутренний двор между зданием Московской городской думы и палатами Старого монетного двора. Концепцию современного музея Отечественной войны 1812 года разработали сотрудники исторического музея. Собранные материалы впервые наиболее полно освещают десятилетние противостояния России и Франции. Военные события 1812 года И заграничные походы русской армии в 1813-1814 годах. Давайте же познакомимся с наиболее интересными из более чем двух тысяч экспонатов музея. Экспозицию предваряет живописное панно Генриха Семирадского из Храма Христа Спасителя, возведенного в память о войне 1812 года. Панно посвящено святому благоверному князю Александру Невскому, небесному покровителю трех российских монархов – Александра I, Александра II и Александра III. В центре зала величественно возвышается тронное кресло Александра I. История его создания связана с эпохой противоборства двух императоров – Александра и Наполеона. Трон российского монарха, имеющий явное сходство с тронными креслами Наполеона Бонапарта, был изготовлен по заказу московских властей и поднесен императору в честь пятилетнего юбилея победоносного окончания Отечественной войны 1812 года, как символическое напоминание о поверженном противнике. Восшествие на престол Александра I произошло при драматических обстоятельствах. Его отец, император Павел I, был убит в результате дворцового переворота. Об этом напоминает мундир офицера лейб-гвардии Измайловского полка. Именно в такой мундир одет один из офицеров-заговорщиков, задушивший императора его же собственным шарфом. Особого внимания заслуживает гренадерская шапка Павловского гренадерского полка. За мужество и храбрость, проявленные в сражениях с наполеоновскими войсками в 1805-1807 годах, император Александр I повелел «в почесть анного полка, ныне состоящие в нем шапки, оставить навсегда в том виде, в каком сошел он с места сражения». В дальнейшем, ношение таких шапок являлось особой привилегией лейб-гвардии Павловского полка. 12 марта по старому стилю 1801 года старший представитель седьмого поколения Романовых, великий князь Александр Павлович, занял законный престол. Перед нами папка для хранения родословной российской императорской фамилии, украшенной вензелем Александра I, и высшие награды Российской империи – звезда Державного Ордена Святого Апостола Андрея Первозванного, звезда Ордена Святого Владимира и Святой Анны. Особо ценный экспонат – Новый Завет в позолоченном окладе. Предполагает, что любимому внуку, великому князю Александру Павловичу, его подарила бабушка, императрица Екатерина II. Эта книга сопровождала императора все время военных кампаний 1812-1815 годов. На рубеже столетий во Франции к власти пришел корсиканский дворянин Наполеон Бонапарт. Благодаря революционным потрясениям, а также личному героизму и уникальным дарованием, Наполеон совершил головокружительный взлет в карьере. От лейтенанта артиллерии до первого консула Французской Республики, довершив свою невероятную карьеру титулом императора французов. Перед нами вещи, принадлежащие Наполеону Бонапарту. Дуэльный гарнитур с кремневыми пистолетами был подарен Наполеоном Бонапартам генералу Виктору Леопольду Бертье. Парадная сабля первого консула, подаренная им в 1814 году русскому генералу графу Шувалову. Шитая звезда и знак Ордена Почетного Легиона, учрежденного Наполеоном в 1802 году. Уникальными реликвиями являются и награды императора, захваченные прусским генералом фельдмаршером Блюхером вместе с обозом Наполеона после битвы при Ватерлоу. Первые боевые столкновения между армиями России и Франции произошли на территории Центральной Европы в ходе военных кампаний 1805-1807 годов. Российская армия была организована и вооружена по общеевропейским принципам. Она состояла из трех родов войск – пехоты, кавалерии и артиллерии. За проявленные в боях мужество и героизм нижние чины и офицеры отмечались персональными, а воинские части – коллективными наградами. Перед нами еще один шедевр коллекции – наградная Георгиевская серебряная труба. Гравированная надпись гласит «Курлянского-Драгунского за отличие в течение кампании 1807 года против французов». Название «Великая армия» появилось в 1805 году. Так были названы французские войска, собранные для вторжения в Великобританию. Закаленные в годы революционных войн солдаты, ведомые выдающимся военачальниками, во главе с Наполеоном, были грозной силой на поле брани. Первое сокрушительное поражение от Великой армии российским войскам пришлось пережить 2 декабря 1805 года в битве при Аустерлице. В память об этом событии на Вандомской площади Парижа Наполеон приказал установить колонну, отлитую из 250 трофейных орудийных стволов, захваченных в битве под Аустерлицем. Модель Вандомской колонны сейчас перед нами. Точку в военных кампаниях 1805-1807 годов поставил договор о мире и союзе, заключенный между Россией и Францией в Тильзите летом 1807 года. О Тильзитском мире напоминает грамота, выданная Наполеоном министру иностранных дел Толерану на ведение переговоров и мундир офицера лейб-гвардии Преображенского полка, принадлежавший Александру I. Исключительной редкостью являются личные печати двух императоров, подписавших Тильзитский мир. Массивные бронзовые в виде персней принадлежали Наполеону, а хрустальная и золотая – Александру I. После Тильзита в европейских странах проснулся интерес ко всему русскому. В стиле а-ля рус выполнен, например, этот майсиновский чайный сервиз на две персоны. Через год состоялась новая эрфуртская встреча Александра и Наполеона. Ее целью было укрепление Русско-Французского союза. Официальные переговоры сопровождались пышными приемами, обедами и балами. Нарочитая роскошь одежды свита Наполеона была призвана затмить сияние всех королевских и императорских дворов Европы. Расширение границ Французской империи можно ощутить, взглянув на скульптурные портреты, выполненные выдающимся итальянским скульптором Антонио Канова и французским мастером Гишаром. На них представлены члены семьи Наполеона, занимавшие европейские престолы, захваченные удачливым родственником. Для продолжения своей династии Наполеону был необходим законный наследник мужского пола. Жозефина не смогла ему в этом помочь, и разведясь с ней, император стал подыскивать себе невесту королевских кровей. Получив отказ от великих княжен Екатерины Павловны и Анны Павловны, Наполеон остановил свой выбор на дочери австрийского императора Франца I Марии Луизии. Войдя в семью Габсбургов, император французов оказался связанным родственными узами со всеми царствующими домами Европы. Рождение у Наполеона в марте 1811 года законного наследника престола вызвало большой политический резонанс. В следующей части экспозиции находятся документальные свидетельства подготовки наполеоновской армии к нашествию на Россию. Готовясь к этой войне, Наполеон собрал колоссальные силы для вторжения – более 600 тысяч человек. В его распоряжении находились более тысячи орудий разных систем и калибров. Перед нами коллекция трофейных орудий полевой артиллерии Великой Армии. Еще один интереснейший экспонат – карта Европейской России, перепечатанная на французском языке в 1811 году. Разводы от свечного нагара указывают на то, что французский генералитет активно пользовался ею во время кампании 1812 года. Рядом находится письмо французского генерала Бильяра об изготовлении карты России с резолюцией императора Наполеона. Во время подготовки к вторжению на территорию России по указанию Наполеона были изготовлены поддельные русские ассигнации, которые предполагалось использовать для закупки у населения, продовольствия и фуража. Отечественной войне 1812 года посвящены четыре раздела второго этажа музея. Первый из них рассказывает о вторжении армии Наполеона в Россию. В центре экспозиции – навершие французского знамени в форме орла с расправленными крыльями. В 1804 году Наполеон лично утвердил этот символ в качестве герба Первой империи. 12 июня по старому стилю 1812 года Великая армия вторгла с пределы России. Момент переправы наполеоновских войск через Неман запечатлен на гравюре, выполненной по рисунку Джузеппе Бажетти. Возвание Наполеона к солдатам Великой армии гласит «Солдаты, Россия поклялась на вечный союз с Францией и войну с Англией. Ныне нарушает она клятвы свои. Мы пойдем вперед, перейдем Неман и перенесем войну на ее территорию». На начальном этапе войны войска Наполеонов вклинились между оборонявшими рубежи империи российской армии. Первый эшелон войск противника превосходит собранные на границе силы русских в два раза. Во избежание разгрома по одиночке, первой и второй западным армиям пришлось отступать вглубь страны. Среди предметов, принадлежавших армии Наполеона, можно увидеть памятные медали и форменную одежду французской пехоты и кавалерии. Экспозицию продолжает единственный в мире подлинный экземпляр походной кухни из обоза наполеоновской армии. Долгое время его считали кухней Наполеона. Инновационная конструкция кухни позволяла на ходу готовить пищу на водяной бане, жарить мясо и пирожки, варить кофе и даже делать желе. Одним из важнейших документов начального периода Отечественной войны стал манифест Александра I о защите Отечества и создании народного ополчения. Дворянство и купечество живо откликнулись на призыв императора. На помощь Отечеству были собраны 10 миллионов рублей и сформированы 20 губенских ополчений, каждая со своим знаменем, отличным от армейских образцов. Шапки ополченцев украшали медные кресты с вензелем императора и надписью «За веру и царя». Участие в войне стало долгом каждого русского человека. Не осталось в стороне и русская православная церковь. В годину тяжелых испытаний для Отечества полковые священники не только продолжали окормлять духовно российских воинов, но порой сами проявляли мужество и самопожертвование, заменяя выбывших в бою офицеров. Российский император тоже нуждался в духовной опоре. Об этом свидетельствует очередной шедевр музейной коллекции «Походная церковь Александра I», бывшая с его величеством во всех походах с 1812 по 1819 год. Отступление российских войск продолжалось. По решению Александра I новым главнокомандующим стал генерал от инфантерии светлейший князь Михаил Иларионович Голенищев-Кутузов. Среди личных вещей полководца мы видим икону его небесного покровителя, архангела Михаила. Кожаный портфель, подзорную трубу, походный самовар и набор позолоченных столовых приборов, подаренных Великим Суворовым. Здесь же представлена лента Ордена Святого Георгия I класса, которым Кутузов был награжден за победное завершение Отечественной войны. Главные силы российской и французской армии сошлись в генеральном сражении у деревни Бородино 26 августа 1812 года по старому стилю. Кровопролитная битва на Бородинском поле продолжалась почти 15 часов. Окончательной победы не добился никто, но по итогам боя Кутузов решил продолжить отступление к Москве. Перед нами бесценные реликвии участников Бородинской битвы. Лента Ордена Святого Андрея Первозванного и хрустальная печать Багратиона. Звезда Ордена Святого Владимира II степени, принадлежавшая генералу Николаю Алексеевичу Тучкову. И мемориальная пуля, ранившая в Бородинском бою подпоручика лейбгвардии егерского полка Хлопова. А это портативное артиллерийское готование английской работы, скорее всего, принадлежало погибшему французскому офицеру, как и эти мундирные пуговицы командиров армии Наполеона. Итак, 30 августа по старому стилю русские войска подошли к Москве. Для решения вопроса о защите города в деревне Фили был созван исторический военный совет. С потерей Москвы не потеряна еще Россия. Москву решено было оставить. 2 сентября по старому стилю французская армия вошла в Москву. Резиденцией Наполеона стали парадные покои Кремлевского дворца. Перед нами личные вещи императора. Складная походная кровать с карманами для донесений. Опасные бритвы в футляре, обтянутом коричневой коже. Две медные формочки для желе и серебряная тарелка с героической подписью, отнятая у Наполеона из кареты его Желтухиным. В Кремле находится и кабинет железного маршала Франции Луи Николя Даву, чей маршальский жезл сейчас перед нами. В первый же день пребывания французов в Москве начались страшные пожары. Выживая неприятеля, свирепый огонь уничтожал все на своем пути. В огне погибли три четверти московских построек, в том числе исторические памятники, музейные коллекции, библиотеки. Московский пожар сильно способствовал падению дисциплины в армии Наполеона, а гибель в нем фуража для армейских лошадей уничтожила надежды противника на зимовку в Москве. Наполеон ждал предложения о мире. Не дождавшись, был вынужден покинуть выжженный город. Тем временем Кутузов с основной группировкой войск разбил лагерь у села Тарутино. Российская армия получила долгожданную передышку и возможность восполнить потери. Простоту походного быта передают обыденные предметы. Медный котелок, дорожный самовар, фляга для воды и медные нательные крестики. В Тарутинском лагере Кутузов принял французского генерала Лористона и отверг предложение Наполеона о перемирии. В это время особый размах приняла партизанская война действия небольших отрядов русских войск в тылу противника. Во многих уездах, наряду с армейскими партизанскими отрядами, действовали и отряды самообороны из местных крестьян, вооруженных косами, вилами и топорами. Перед нами портреты бесстрашных командиров крестьянских отрядов Герасима Курина и Василисы Кожаной. Отдельная витрина посвящена Денису Давыдову. Знаменитый командир армейского партизанского отряда изображен в крестьянской одежде, надетой для конспирации. Тут же выставлены каретные часы Давыдова и пепельница, сделанная из копыта его лошади. Армейские крестьянские партизанские отряды, действуя в тесной связи с губернскими ополчениями и регулярными войсками, внесли огромный вклад в дело защиты Отечества. Наполеон оказался в ситуации, когда каждый ход лишь ухудшал его позицию, и Великая Армия отправилась в обратный путь по разоренной Смоленской дороге. Остатки поредевших французских войск были практически окружены у реки Березины, но Наполеону обманным маневром удалось перевести их через реку. Однако потери оказались настолько огромными, что Великая Армия практически прекратила свое существование. Перед нами удивительный экспонат. По легенде, на этих легких открытых санях император французов Наполеон I покинул Россию в ноябре 1812 года. Главной целью заграничных походов российских войск 1813-1814 годов стало освобождение Европы. После сокрушительного фиаско в России Наполеон за 4 месяца создал новую армию и нанес союзникам ряд чувствительных поражений. После последнего в Дрездене у него был отличный шанс окружить богемскую армию. Но этому помешали мужество русского генерала Остермана Толстого и храбрость его гвардейского корпуса. Перед нами Сюртук, бывший на генерале во время сражения под Кульмом, в ходе которого Остерман Толстой потерял руку. За этот подвиг генерал был удостоен Ордена Святого Георгия и Прусского железного креста высшего класса. Доказательством успехов российских войск в военных кампаниях тех лет служат два десятка символических ключей от завоеванных городов. Гамбурга, Данцига, Кёльна, Лейпцига. В конце марта 1814 года союзные войска подошли к Парижу и после ожесточенного боя заставили противника капитулировать. Здесь вновь звучит тема двух императоров Александра и Наполеона. Победителя, возглавившего Священный Союз и побежденного, сосланного на Эльбу, а затем на Святую Елену. Им посвящены отдельные витрины. В одной – литургический набор, заказанный Александром Первым во Франции во знаменование окончания войны и победы. Во второй – свечи и вазочка из Фонтенблоу, немые свидетели отречения Наполеона. Цена, которую заплатили европейские народы в период наполеоновских войн, колоссальна. Из 30 миллионов населения Россия потеряла около миллиона человек. Такая же по населенности Франция лишилась почти двух миллионов своих граждан. Художественным памятником нашей победы стала грандиозная живописная хроника Василия Верещагина, завершающая экспозицию Музея Отечественной войны 1812 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok